Пока одни студенты снимают кино, другие испытывают себя. В оборонно-спортивном лагере «Гвардеец-1» завершилась очередная смена. 20 молодых людей со всех концов республики вернулись из Нижегородской области, где проходили испытания для будущих защитников Отечества. Кирилл учится в пятой гимназии. После учебы в школе мечтает стать военным. Поэтому время, проведенное в лагере, считает самым полезным. Сначала была теория, а потом, как все изучили, переходили на практику. Поэтому вечером обычно у нас была развлекательная программа. Было интересно, в общем. Дискотека только не было. Из Чувашии воспитанниками лагеря стали не только ученики президентской гимназии. В состав делегации вошли и ребята, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Из неблагополучных семей и детских домов. А также юноши, чьи отцы погибли при исполнении воинского долга. Помимо построения и стрельбы из автоматов, ребята ездили на экскурсии по Нижнему Новгороду. Посетили цирк, Кремль, Планетарий. А вечерами смотрели научно-познавательные фильмы. Такие лагеря для воспитания нашей молодежи, они нужны. Именно понюхать порох на месте. И я считаю, что вот эта черточка, которая коротко прошла в их жизни, они пронесут ее до конца своих дней. Они будут помнить об этом. Это действительно хорошая память и хорошая подготовка, хорошая закалка для будущих защитников Отечества. Уставшие, но счастливые и возмужавшие ребята из военно-патриотического лагеря «Гвардеец-1», не успев переодеться и обнять родителей, встретились с главным федеральным инспектором Почувашской республики. Всего в этих лагерях проходит курс молодого бойца, если можно так сказать, 600 ребят из Перуовского федерального округа. Все это проводится по указанию президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, по усилению патриотического, военно-патриотического, если хотите, воспитания молодежи, улучшения вообще гражданской идентичности. И молодежь активно это подхватывает. Всего 600 ребят из всего Приволжского федерального округа стали молодыми гвардейцами. Многие из них твердо решили отслужить в армии и связать свою дальнейшую жизнь с военным делом. Дарина Игнатьева, Евгений Анисимов, Республика.